Детские конвои или забота о безопасности. В Россию пришла пугающая китайская мода выгуливать детей на поводках. Мнения на этот счет крайне разные. Что думают об этом тверичане, мнения психологов, вы узнаете из следующего материала выпуска. По сети начали активно ходить фото с детьми, которые гуляют на поводке. В комментариях о родительских чатах тут же поднялась волна возмущений. Для россиян такое нестандартное решение, разумеется, ассоциируется с выгулом животных. Этого не скажешь о Китае, откуда этот тренд и пришел. В Поднебесной подобная картина на улице, можно сказать, считается нормой. В КНР такое средство придумали для безопасности ребенка, поскольку в густонаселенной стране родители переживают, что ребенка могут попросту украсть. Но тренд позаимствовали и в менее густонаселенной России. Такие приспособления назвали поводками безопасности или детскими вожжами. Они крепятся одним концом к ребенку, к руке или одежде, а другим к родителю или, например, ручке детской коляски. Вожжи для детей можно приобрести в разных маркетплейсах. Цена весьма демократичная, начинается от 350 рублей. Отзывы, кстати, тоже позитивные. Родители отмечают, что гулять с детьми стало проще и удобнее. Детские вожжи – спорный гаджет. Кто-то оправдывает его использование, кто-то высказывается сильно негативно по этому поводу. Мнение на тему того, уместно ли использование таких девайсов при воспитании ребенка разделились. Больше ассоциируется с тем, как выгуливают собак, если честно. Почему бы, допустим, просто не держать их за руку? Считаю, что это в корне неправильно. Это уж не собачки. Просто надо смотреть вовремя, не пускать их к дороге или куда-то в опасное место. И быть рядом с ними. А при чем тут эти застежки? Кому как удобно. Я считаю... Ну, наручники – это перебор, я считаю. Нарручники, да. Не, ну что, божие. Ну, если божие, то возможно. За шарфик, капостариночка, за капюшон. А лучше за ручку держать малого. Ну да, конечно. Не целовать их больше. На мой взгляд, нет. Мы за руку всегда водили. Мы старались, ну, объясняли ребёнку, что нужно идти рядом, вместе, чтобы никуда не убегал, особенно через дорогу. Ну, вот это, я считаю, более правильно. По мнению психолога Ольги Павловой, такой гаджет может навредить развитию ребёнка. Эти гаджеты, да, сдерживают развитие. Потому что у ребёнка в маленьком возрасте год, два, три высокая познавательная активность через действие, через движение, через ощущение, да. И, естественно, дети склонны везде находиться и всё пробовать. И когда они находятся под таким контролем родителя, который связывает их действия, координирует их движение, естественно, познавательная активность ограничивается. Ввиду чего ребёнок не так активно изучает и познаёт мир. Также психолог подчёркивает, что таким образом родители расслабляются, делают удобнее себе. А тем самым теряют эмоциональную связь и контакт с своим ребёнком. Родитель расслаблен, понимает, что ребёнок находится рядом с ним. И в целом с ним взаимодействовать не так активно начинает, да. Или даже, может, наоборот, отстраняется. Не комментирует действия ребёнка, не помогает ему осознать и принять происходящее, да. Элементарно пережить какой-то травматический опыт. Мы все должны этому учиться. Как, находясь в ситуации, да, а если для меня нет этой ситуации, как я научусь быть самостоятельным, проживать этот травматический опыт и преодолевать, да, то, что со мной происходит. Потому что я всё время под опекой, под контролем родителей нахожусь. Будет ли у ребёнка от этого травма, зависит от того, как он эту ситуацию воспринимает. Может быть, для него это игра, но, тем не менее, присутствуют взгляды посторонних, их отношения. В современном мире интернета кто угодно, где угодно может вас сфотографировать и без всяких последствий разместить в публичном доступе. Это может привести к отсроченному психологическому травмированию.